всем привет сегодня мы с вами будем готовить такое прекрасное блюдо на тандыре все подробности будут видео смотрите и так начнем всем привет сегодня 4 января юг украины одесса и сегодня я хочу рассказать вам за тандыр что можно дополнительно на нем приготовить как я делал этот тандыр я показывал дрова я приготовил открываем тандыр и начинаем все надо освободить вы надо освободить открываем подбывала приготовил я дровички вот это сосновые а это абрикоса горят они очень туго если сосна горит быстро то эти пока раскочегарится поэтому приходится добавлять немножко сосны чтобы раскочегарить эти дрова берем сосновые дровишки и закладываем их в тандыр возле поддувала вот таким вот образом стоя их уже абрикосовая возле поддувала мы положили сосновые можно вот такие вот дальше интересные каракаты какие-то и все стоя все стоя да вот есть у меня вот такое чудо абрикосово все пойдет туда тандыр все скушает все ну еще одно осталось тоже где нибудь мы его сейчас пристроим все дно все заполнили этих дров нам хватит и мы будем еще немножко по чуть-чуть подкидывать дрова так зажигаем ты с этой стороны залезал да поднимала сейчас они пару минут и все будет хорошо все загорится ой тут уже дымок пошел и огонь хорошенький вот искры сейчас телефон у меня сгорит класс все уже пошел дымок уже хорошо разгорелось пламя есть ой уже подойти тяжело сейчас они начнут сгореть все мангал разгорелся горелочку убираем очень удобная вот такая вот горелочка мы держим бройлеров обшмалить или обшмалить как правильно сказать очень удобно такой штучкой все там дыр наш разгорается немножко подождем смотрите как красиво прекрасно горит сверху вот горит ох какой пламя моментально пошло гореть но мы хотим большая пасека у меня делали пчелы облет такого еще никогда не было или глобальное потепление влияет непонятно ну ждем сейчас разгорится немножко вот как красиво пошло пламя огня там дыр наш разгорелся и я хочу показать как можно при помощи поддувала и вот этого кирпича регулировать пламя вот я его полностью закрываю обратите внимание сейчас как пламя притухнет притухнет все видите можно добавить немножко дырочку делать тяга сюда идет пламя больше разгорается если убрать еще больше разгорится в общем регулировать можно как в газовой плите итак ставим наше приспособление сегодня мы будем на день рождения готовить картошечку сач на сковороде из бараны я вам все покажу придут к нам кумовья заказали такую картошечку будем кушать водку и закусывать картошечкой вот она такая сковородка приварил я две ручки и и ставим ее все ставим наливаем водички сюда и дальше покажу вода вода испариться нет просто нагреться да вода начала нагреваться вот пар пошел уже вода вода уже нагрелась я так немножко промою сковородочку все таки она стояла я ее мыл перед этим но горячей водой мы немножко ее так отдадим пропарим потом эту воду сольем так пропарили немножко сковородку теперь эту воду мы отсюда удаляем можно даже таким вот образом чтоб не поднимать сковородку потому что она горячая оно все в землю это вода ничего страшного так что мы делаем дальше берем водички наливаем сковородочку я не кулинар готовлю так как я умею за мной можно не повторять так что готовьте может быть по своим каким-то методикам и так что делаем дальше берем мясо замариновал его можно как на шашлык замариновать и выкладываем его сюда в водичку для чего я это делаю чтобы мясо немножко как бы проварилось оно тогда будет мягче и сочнее чтоб подкинуть дрова просто берем дровишки и бросаем сверху и так загрузили мясо оно немножко проварится в водичке подождем когда водичка выкипит и добавим масло сюда мяско мариновалось вот в кастрюльке немножко осталось цибульки цибульку мы не выбрасываем цибулька нам это тоже пригодится в процессе готовки мясо помешиваем немножко вот оно уже чуть-чуть проварилось красивенькое стало ждем когда выкипит водичка и будем дальше готовить вода у нас выкипела добавляем сюда масло масло кто любит оливковое можно добавлять так по всей сковородочке чтобы она смазалась хорошо все масло достаточно после масла выкладываем сюда картошечку и начинаем все жарить огонь горит я его немножко прикрутил покажи потому что сильный огонь все сейчас мы это все перемешаем картошечка у нас заранее с приправками всякими там постояла чтоб вкуснее было ну готовим пока так-то так готовится наша картошечка изредка ее надо помешивать вот взять нарубил немножко дровишек если вдруг надо будет подкидывать тоже элементарно вот так вот и все вон искры пошли все ждем когда картошечка немножко поджарится до половину готовности дальше я покажу что буду делать жарится наша картошечка мы ее помешиваем это я вам показываю какие дополнительные функции можно сделать на тамбире кто знает там рецепты какие-то говорите рассказывайте сверху я вам уже покажу что есть вот такое еще приспособление которое ставится там сверху можно поставить казан сварить уху лов функций много тандыра а после того как это все пожарится в самом тандыре он уже прогреется можно что-то еще приготовить мы хотели приготовить рыбу на сетке но так до рыбы дело не дошло не успели мы ее купить ну просто так будет сам по себе остылать конечно тандыр жалко но ничего так что есть и есть подкидываем немножко дровишки по чуть-чуть чтобы огонь наш не притух картошечка готовится готовим ее до полуготовности еще немножко мы ее поджарим а дальше мы сюда будем добавлять цыбульку и грибочки грибульки быстро готовятся так что сразу их бросать не надо картошечку помешали с мясом летом мы ставим на улице я сделал подставочку под эту сковородку так удобно поставил и люди себя набирают сколько хотят сколько скушают блюдо наше почти готово что мы делаем дальше сейчас вот так вот картошечку по сторонам разгребем аккуратненько разгребем вот это все сделаем тут место и высыпаем сюда цыбульку в которой мариновалось мяско цыбулька придаст запах все все пусть жарится и еще сюда мы добавляем замариновали заранее грибочки и добавляем сюда еще грибочки вот как грибочки прожарятся с цыбулькой блюдо будет полностью готово можно будет подавать его на стол чтобы это все быстрее прожарилась цыбулька с грибочками потом я все это вместе смешаю будет все очень вкусно сейчас подкинем пару полешек таких небольших добавим немножко огонечку грибочки жарятся грибы шампиньоны мяско свининка уже готово сейчас еще минут десять грибочки дойдут до кондиции потом мы все смешаем вместе и будет вкуснятинка помешаем грибочки то есть они прожариваются хорошо с цыбулькой немножко помешивать картошечку вот эту чтобы она не подгорела она зажарится будет красивенькая как надо подмешивать ну вот грибочки наши прожарились цыбулькой водичка с них испарилась и теперь мы это все красивенько перемешаем с картошечкой чтобы придало вкус все мяско зажарилось у нас красивое румяное как надо сейчас мы это все перемешаем и покажем что получилось есть все друзья мы все перемешали у нас получилось вот такое аппетитное блюдо сейчас мы его будем выкладывать красивенько в тарелочки и подавать на стол все всем пока всем удачи всем приятного аппетита это не у вас вы 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 не вы